Я отвечаю, я ее боюсь, она как приехала, такое ощущение, как будто тираннозавр-рэкспоет и по рынку. Громадно, ребята, Land Rover Discovery 3.0 дизель 2014 года. Стоит, правда, как вертолет, но они все так стоят. И тот, кто будет ее покупать, у него есть деньги, он при статусе, он при понтах, он при понимании того, зачем ему этот мастодонт, этот новохудоносор. Вот сейчас про него вам кратенько расскажу. Я когда стою рядом с ней, я комплексую, знаешь, сверху вниз на машину смотришь, а ты где? На нее про, я не знаю, что там сверху, не видно. Колесо смотри, прям для этого, до безобразия мужского. Ай, какой ты большой. Ну, главный ряд 3.0 дизель, это круто, конечно. Все мы любим трехлитровый дизель, особенно немецкий, они хрен знает, какой тут, но в любом случае это хорошо. Не, ну это про масштаб, да, это про прям раздвинуть масштабы вселенной. В общем, тачка безумно статусная, по кузову бездоколебись называется, по тому, как она едет, тоже бездоколебись, по тому, как в ней сидишь, но это просто на... Еть, да, как это все интересно сделано. Давайте пока просто круг обойдем, вы все видите, я еще тут комментирую, что это бессмысленно. Красивые фары, мощное перед, Discovery, Land Rover, машина. Машина позиционируется, вообще, в принципе, Discovery, это исследование, это путешествие. И в какие-то реально горы Джималунг, мы не знаем, Австралия, это, конечно, смотрится. Едет она прям, ай, как хорошо. Ну, я думаю, тот, кто ее купит, нифига в экспедицию не поедет, тут уже другой принцип проповедуется. Тут приехать куда-нибудь к офису, куда-нибудь к казино, да, куда нам еще можно, к ресторану. В общем, на понтах. Просто выйти так и такой, моя. И все-таки, его, у-у-у. Да, ну ладно, все юмор. Давайте смотреть. Здесь затонировано, здесь эти дефлекторы. Я первый раз вижу машину, в которой ручка находится чуть ли не на уровне тиски. Такой, бум. И вот так вот стоя сюда просто уже и зашел. Ладно, сюда вернемся попозже. Здесь главное достоинство багажника, я считаю, потому что как дискаверистки путешествия, здесь все рассчитано на то, чтобы тебе здесь было максимально круто что-то возить, грузить. На. Взял, загрузил, поставил. Смотри, здесь всякие вот тебе, пожалуйста, дополнительные бардачки. И тут, ну, если как бы хочется что-то прям за... Слушай, вот это путешествие сюда, сюда бутылочку коньячка, закусочку, лимончик. И такой подошел, уже можно поляну накрыть, прям палатки не раздвигая. Багажник, ну, это мастодонский багажник, что тут говорить внутрь. А, еще хотел бы отметить, давай, может, на солнышке покажем где-нибудь вот сюда вот, например, сблизи. Посмотрите, я не знаю, передаст камера или нет, какой здесь цвет. Здесь прям такое ощущение, как будто, знаешь, блестки под краской, лак, он блестит разными, переливается цветами. Это красиво. Не, ну-ка, стоя, я в машину еще не заходил ни разу, я просто пошел, понимаешь, я даже не согибался. Да, это вот машина заставляет комплексовать даже меня. Я понимаю, что я на нее не только не заработал, но я еще могу расширяться, понимаешь, и в ней буду смотреться гармонично. Стоит ли говорить про отделку, что здесь мягко, глянец, мягко, кожа, строчка, вот, алюминий тебе тут захромированный, да, все это, смотри, мягко даже тут. Огромная двухполосная акустика, вот те низы, вот те тут верхи, все это сделано. Естественно, ну, да, я хоть покажу седлушки. Три полноценных огромных места, здесь на ботылевике куда-то путешествовать можно, ну, это все тут двигается, вынимается, короче, конструируется, там надо разбираться, что там внутри. В этой машине стоя можно стоять даже сзади, но то, что творится впереди, сейчас вы будете мне помогать, потому что половину функционала я вообще не понял, вперед. Смотри, как мне удобно снимать, да, обычно там сгибаюсь, что-то рассказываю, в полный рост стою нормально, тоже, смотри, как красиво, да, три памяти сидений, здесь все электрическое, ну, это ясно. Электросидения, это тоже по приори, так, смотри, тоже стоя, опа, класс, здорово, бандиты. Дальше, смотрите, начинается звездопад, начну отсюда, подлокотник, здесь ехать максимально удобно, машина про дальняк, машина про то, чтобы не уставать, тут на тебе ключи, тут что-то тоже подвигается, подвигается, я не знаю, как все разбирается, по-любому, что тут еще можно, ладно, думаешь, где переключение передач, такой хобо. Нормально, и вот это вот переключение передач, коробка, кстати, отрабатывает без проблем, давай, заглушись пока. Вот этот блок, я не понял вообще, я так понимаю, что здесь пневма или что-то в этом роде, потому что вот поднять, опустить машину, здесь есть кнопки, говорят, поправьте, кто был, машина сейчас на удаленной продаже находится, нам не было времени ее изучать, то есть человек ее заберет. Ну, если вам интересно, вы звоните нам, мы звоним к хозяину, он приезжает, встречается здесь, вместе с ним разговаривает, он все вам покажет, расскажет. Поэтому я так и нативно, что есть здесь, смотри, какие-то, здесь кактус нарисован, здесь снег, здесь типа что-то в горы, наверное, ну, тоже какие-то режимы движения. Двухзонный климат на аналоговые часики, это плюс 100 тысяч 500 к армии, да к дыровизне автомобиля сразу. Режимы тут те разные, ну, тут надо заводить, тут надо смотреть. Музыка. Музыка можно на пляже делать дискотеку, здесь у нас уже экран мягко, строчка, красиво, офигенно, что положить можно, и сюда еще тоже что-то, о. Офига себе, а еще и тут, ну, тут можно разложиться документацией, какой хочешь. Фух, тут, здесь на руле, естественно, круиз-контроль, я так понимаю, что адаптивный, но это не точно. Голосовое управление, управление всей вот этой музыкой, всей этой радостью, свет тут, здесь что-то, ну, кнопка заведения, да, завести машину. Ну, про то, как, а, смотри, динамики, опять же, эти двухполосные такие огромные тут у нас, вот, да. Опять же, смотри, ну, по посадке, вот если вы ездили в УАЗики, да, вот ближайший, наверное, пример, вот новый УАЗ Патриот, вот, вот ты сидишь примерно на такой высоте, даже, возможно, выше, и, в принципе, габариты, ну, примерно такие же, только в отличие от УАЗа Патриот, тут такой Патриот, но не наш, и тут все круто, это нужно понимать, такой великобританский Патриот в своем роде. И, да, она такая, немножко валкая где-то, но опять же, тут по подвеске непонятно, как это все происходит. Вот, нужно поднять, опустить, может быть, ее можно немножко припустить, она будет жестче. В общем, безумно интересный опыт вождения, как она едет, как ты сидишь, но при этом комфортно, выходить с ней вообще не хочется, и ты чувствуешь себя царь и бог дороги. Это пипец, это пипец. Я немножко так аж в шоке, меня зацепило это, но я люблю, люблю больших, люблю здоровых. Так что, вот такой вот агрегат. Ну, я понимаю, что эта машина для того, кто понимает, зачем она ему, сами знаете. Мне было важно донести, что в ней есть, какая в ней комплектация, как это все выглядит и как это вообще смотрится. Приходите, приезжайте, смотрите, автохаус Гран, контакты, профили. Но прежде нужно позвонить, чтобы хозяин ее подогнал.